Общее сведение. Невропатия седалищного нерва. Одна из самых часто встречаемых мононевропатий по своей частоте уступает лишь невропатии малоберцового нерва. В большинстве случаев имеет односторонний характер. Наблюдается преимущественно у людей среднего возраста. Заболеваемость среди возрастной группы 40-60 лет составляет 25 случаев на 100 тысяч населения. Одинаково часто встречается у лиц женского и мужского пола. Нередки случаи, когда седалищная невропатия серьезна и надолго снижает трудоспособность пациента и даже приводит к инвалидности. В связи с этим патология седалищного нерва предоставляется социально значимым вопросом разрешения медицинских аспектов которого находится. Ведение практической неврологии и вертибрологии. Невропатия седалищного нерва. Анатомия седалищного нерва. Седалищный нерв. Н. Айшадикус. Является самым крупным периферическим нервным стволом человека. Его диаметр достигает 1 см. Образован вентральными ветвями поясничных L4 и L5 крестцовых S1 и S3 спинномозговых нервов. Пройдя таз по внутренней его стенке, седалищный нерв через одноименную вырезку выходит на заднюю поверхность таза. Далее он идет между большим вертелом бедра и седалищным бугром под грушевидной мышцей, выходит на бедро и выше подколенной ямки разделяется на малоберцовые и большеберцовые нервы. Седалищный нерв не дает сенсорных ветвей. Он инервирует двуглавую полуперепончатую полусухожильную мышцы бедра, отвечающие за сгибания в коленном суставе. В соответствии с анатомией Н. Айшадикус выделяет несколько топических уровней его поражения в малом тазу в области грушевидной мышцы Т. Н. Синдром грушевидной мышцы и на бедре. Патология конечных ветвей седалищного нерва подробно описана в статьях «Невропатия малоберцового нерва» и «Невропатия большеберцового нерва» и не будет рассматриваться в данном обзоре. Причины невропатии седалищного нерва. Большое число седалищных невропатий связано с повреждением нерва. Травмирование Н. Айшадикус возможно при переломе кости таза, вывихе и переломе бедра, огнестрельных, рваных или резаных ранах бедра. Отмечается тенденция к увеличению количества компрессионных невропатий седалищного нерва. Компрессия может быть обусловлена опухолью, аневризмой, пазовздошной артерией, гомотомой, длительной мобилизацией, но чаще всего она вызвана с давлением нерва в подгрушевидном пространстве. Последнее обычно связано с вертиброгенными изменениями, происходящими в грушевидной мышце по рефлекторному мышечно-тоническому механизму. При различной патологии позвоночника, как то, сколиоз, поясничный гиперлордоз, остеохондроз позвоночника, поясничный спонзилартроз, грыжа межпозвонкового дискайдеры. По некоторым данным примерно 50% пациентов с дискогенным поясничным радикулитом имеют клинику синдрома грушевидной мышцы. Однако, следует отметить, что невропатия седалищного нерва вертиброгенного генеза может быть связана с непосредственным сдавлением. Волокон нерва при их выходе из позвоночного столба в составе спинномозговых корешков. В отдельных случаях патология седалищного нерва на уровне грушевидной мышцы бывает спровоцирована неудачно проведенная инъекция и выгодицу. Воспаление неврит-найшадику сможет наблюдаться при инфекционных заболеваниях, герпетической инфекции, коре, туберкулезе, скролатине, ВИЧ-инфекции. Токсическое поражение возможно как при экзогенных интоксикациях, отравлении мышья, ком, наркомании, алкоголизме, так и при накоплении токсинов в связи с дисметаболическими процессами в организме, сахарным диабетом, подагрой, диспротеинами и пер. Закрывающая круглая скобка-точка Симптомы невропатии седалищного нерва Подагноманичным симптомом невропатии N Айшадикус выступает боль по ходу пораженного нервного ствола именуемой эшалгией. Она может локолиза в области ягодицы распространяться сверху вниз по задней поверхности бедра и эродировать по задней наружной поверхности голени и стопы, доходя до самых кончиков пальцев. Зачастую пациенты характеризуют эшалгию как жгучую, простреливающую или пронизывающую, как удар кинжалом. Болевой синдром может быть настолько интенсивным, что не дает пациенту самостоятельно передвигаться. Кроме того, пациенты отмечают чувство анемии или парастезии на задней латеральной поверхности голени и некоторых участках стопы. Объективно выявляется параст, снижение мышечной силы, двуглавой полуперепончатой полусухожильной мышц, приводящей к затрудненному сгибанию колена. При этом преобладание тонуса мышцы антагониста, в роли которой выступает четырехглавая мышца бедра, приводит к положению ноги в состоянии разогнутого коленного сустава. Типичная ходьба с выпрямленной ногой при переносе ноги вперед для очередного шага она не сгибается в колени. Отмечается также порез стопы и пальцев, снижение или отсутствие подошвенного и ахиллова сухожильных рефлексов. При достаточно длительном течении заболевания наблюдается атрофия паритичных мышечных групп. Расстройства болевой чувствительности охватывают латеральную и заднюю поверхность голени и практически всю стопу. В области латеральной лодыжки отмечается выпадение вибрационной чувствительности в межфланговых суставах стопы и галеностопе, ослабление мышечно-суставного чувства. Типична болезненность при надавливании крестцовой ягодичной точки, места выхода Н. Айшадикус на бедро, а также других триггерных точек валия гора. Характерным признаком седалищной невропатии являются положительные симптомы натяжения боли и простреливающая боль у лежащего на спине. Больного при пассивном отведении ноги, согнутой в тазобедренном суставе и колене и лассега, боль при попытке поднять прямую ногу. Исположение лежа на спине. В некоторых случаях невропатия седалищного нерва сопровождается атрофическими и вазомоторными изменениями. Наиболее выраженные трофические расстройства локализуются на латеральной стороне стопы, пятки и тыли пальцев. На подошве возможен гиперкератоз, ангидроз или гипергидроз. На задней латеральной поверхности голени выявляется гипотрихоз. Вследствие вазомоторных нарушений возникается аноз и похолодание стопы. Диагностика невропатии седалищного нерва. Диагностический поиск проводится в основном в рамках неврологического осмотра пациента. Особое внимание невролог обращает на характер болевого синдрома, зоны гипостезии, снижение мышечной силы и выпадение рефлекса. Анализ этих данных позволяет установить стопику поражения. Ее подтверждение проводится при помощи электронерографии и электромиографии, которые позволяют дифференцировать седалищную. Мононевропатию от пояснично-крестцовой плексопатии и радикулопатии уровня ЛУ5С2. В последнее время для оценки состояния ствола нерва и окружающих его анатомических образований используют методику УЗИ, способную дать информацию о наличии опухоли нерва, его сдавлении, дегенеративных изменениях и тому подобное определение генеза невропатии может проводиться с использованием рентгенографии позвоночника, в некоторых случаях КТ или МРТ позвоночника, рентгенографии, тазоузии малого тазоузии и рентгенографии тазобедренного сустава, КТ-сустава, анализа сахара крови и ПР. Субтитры создавал DimaTorzok